Здравствуйте! Это программа «Город С» и я, Елена Чернявская. Как найти престижную школу, как говорил британский реформатор Майкл Барбер, качество системы образования не может быть выше качества работающих в ней учителей. Так и в гимназии номер 3 считают, что качество образования определяется прежде всего уровнем учителей. А разве может быть успешный ученик у неуспешного учителя? Если вы хотите дать своему чаду достойное среднее образование, чтобы потом поступить в престижный вуз и тем самым обеспечить своему ребенку благополучное будущее, то наша программа сегодня именно для вас. Я представляю гостей в студии директор гимназии номер 3 Ильина Светлана Сергеевна, Елена Александровна Смит, директор Самарской международной школы. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, начинаем нашу программу. Светлана Сергеевна, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, о гимназии, которую вы возглавляете. Я знаю, что вы вместе с учениками, с коллективом прошли очень долгий и непростой путь, и чтобы сегодня по праву гордиться теми наградами, малую часть которых вы принесли сегодня в студию. Что на сегодня предоставляет из себя это учебное заведение? Гимназия номер 3 сегодня это? Во-первых, это ассоциированная школа ЮНЕСКО. Во-вторых, это уникальное образовательное учреждение, история которого насчитывает уже более 100 лет. Гимназия располагается в трех зданиях. Одно из зданий, памятник культурного наследия, в 2011 году отметило свое столетие. В 2012 году произошло объединение со школой номер 1. И в данный момент мы обучаем детей всех слоев и категорий населения. Это тоже наша уникальность. Ну и, безусловно, гимназия является победителем многих и многих конкурсов. На протяжении трех лет мы становились лидерами рейтингов среди школ повышенного уровня. Мы вошли в 100 лучших предприятий и организации Российской Федерации. Гимназия номер 3 вошла в 100 лучших школ Российской Федерации в номинации «Гимназия». Ну и, безусловно, что нас отличает, это наш преподавательский состав. Ни одна школа не может похвастаться таким количеством учителей года. Вы можете видеть кубки. И, более того, мы даже получили диплом «Профессиональное признание». Ну, обязательно об этом конкурсе мы остановимся и поговорим чуть позже. Но вот все-таки, тем не менее, кратко, но ведь это действительно труд, труд колоссальный. Вкратце чуть-чуть о наградах. Если вкратце, каждая награда дается благодаря упорному труду всего коллектива. Я всего лишь являюсь вдохновителем, идеологом. В какой-то степени направляю свою команду, куда мы движемся и каких целей мы хотим достичь. А дальше все это делается, безусловно, руками всех учителей, которые являются большими профессионалами. И на нашей базе находится клуб «Учитель года». Я стараюсь пропустить максимальное количество людей, учителей через этот конкурс. Потому что искренне считаю, что конкурс «Учитель года» и вообще конкурсы профессионального мастерства – это очень качественное повышение квалификации работников образования. Ведь конкурс не только позволяет учителю продемонстрировать весь свой опыт, систематизировать, проанализировать, но также вырабатывает определенные качества характера, стойкость, целеустремленность. Мы прекрасно понимаем, что для учителя понимание успеха – оно очень важно, потому что успешный учитель готовит успешных детей к будущему. Спасибо. Ну и, конечно, в подтверждение ваших слов, наша программа подготовила краткую автобиографическую справку о вас, Светлана Сергеевна. Я предлагаю ее посмотреть внимание на экран. Светлана Сергеевна Ильина. Председатель Совета Самарской региональной общественной организации «Клуб «Учитель года». Почетный работник общего образования Российской Федерации. Учитель года Самарской области в 2006 году. С 2007 года директор гимназии номер 3. Под руководством Светланы Сергеевны Ильиной гимназия номер 3 стала победителем национального проекта «Достойные граждане великой страны» – конкурса среди лучших школ Российской Федерации, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта образования. Городского конкурса «Лучшая школа городского округа Самара». Регионального конкурса «Образовательное учреждение. Центр инновационного поиска». В 2011 году, согласно данным независимой экспертизы школ повышенного уровня Самарской, Московской и Новосибирской областей, гимназия номер 3 заняла первое место. В 2013-14 учебном году Светлана Сергеевна Ильина стала победителем в региональном конкурсе «Женщина-руководитель года» в номинации «Образование» и лауреатом всероссийского конкурса «Директор школы-2013». Итак, это программа «Город ТЭС». Сегодня в гостях у нас представитель гимназии номер 3, руководитель гимназии и директор Самарской международной школы. Продолжаем наш разговор. Следующий вопрос. Ислана Сергеевна, вот второй год идет набор в первой классе через интернет. Вопрос немножечко, вот момент проблемный. Кто успел скорее нажать кнопку, да, тот и зачислен. Скажите, так ли это и как прошел набор в гимназии номер 3? Ну, я хочу сказать, что электронный прием мы установили уже не второй год, а лет 5 мы в этом режиме работаем, потому что раньше было достаточно сложно для родителей, приходилось стоять в очереди для того, чтобы максимально первыми подать заявление. Сейчас, с одной стороны, все намного проще, потому что можно подать заявление, не выходя из дома. С другой стороны, мы понимаем, что в лицеях и в гимназиях во многих в 9 утра прием стартует, в 5 минут 10 уже прием считается завершенным. И в этой ситуации получается, что выигрывает тот, у кого лучше настроен интернет, скорость выше, у кого правильно сработал компьютер или, как вы правильно сказали, кто вовремя успел нажать эту кнопку. Ну, такая ситуация была всегда, всегда количество желающих превышает то реальное количество мест, которые есть в образовательных учреждениях. На самом деле, то, что есть спрос на наши учреждения, это наша гордость, потому что значительно хуже, когда спроса нет. Так, в этом году мы планировали набрать только три первых класса и заявляли 75 человек. Всего? Всего. После того, как в 5 минут 10 у нас уже было порядка 140 заявлений, мы поняли, что мы просто-напросто не сможем обойтись цифрой 75, и мы опять открываем 4 класса. Опять же, хорошо, что у нас есть три здания, и мы имеем возможность разместить всех детей, которые хотят учиться. Вот периодически на ваших экранах, уважаемые телезрители, я прошу особое внимание обратить на телефоны на адрес гимназии номер 3. Возьмите их себе, пожалуйста, на карандаш. То есть вы хотите сказать, что сейчас родителям можно позвонить, узнать о вакантных местах и прийти и устроить ребенка в гимназию номер 3? Нет, на самом деле все не так просто, потому что получается, что вакантных мест в первых классах на данный момент уже нет. В другие параллели, да, такая возможность существует, потому что гимназия отличается тем, что у нас два иностранных языка, основной французский, второй английский. И далеко не каждый ребенок может потянуть изучение сразу двух иностранных языков. С первого класса? Вы знаете, официально со второго класса у нас изучается французский язык, но по факту за счет платных образовательных услуг, за счет сотрудничества с Самарской международной школой, уже с дошкольного отделения дети изучают два иностранных языка как платную услугу. И дальше, когда родители понимают, что ребенок не тянет изучение двух иностранных языков, а дальше у нас, например, появляется еще и профилизация, и у нас два года как реализуется техническое направление, часть родителей решает перевести детей в общеобразовательную школу, чтобы снизить ту нагрузку, которая есть на ребенка. За счет этого освобождаются места и в другие параллели, да, можно прийти. Спасибо большое. Ну что же, я также попрошу сейчас не раскрывать ваши все тайные тонкости, потому что у нас приготовлен видеосюжет о гимназии. Давайте посмотрим все вместе. Каждый год тысячи родителей встают перед мучительным выбором. В какую школу отдать своего ребенка? Мне как директору задают много вопросов о нашем учебном заведении. Сегодня мы постараемся ответить на некоторые из них. Итак, что такое третья гимназия? Сегодня это одна из лучших школ Самары и области, возглавляющая региональные и федеральные рейтинги образовательных учреждений. У нас стабильно высокие баллы на ЕГЭ по всем предметам. Мы обучаем детей, начиная с дошкольного возраста. А три корпуса в историческом центре города способны удовлетворить как запросы известных в Самаре людей, так и помочь детям из незащищенных слоев населения. Наши выпускники имеют возможность получить сразу два аттестата – и российского, и международного образца, и выбирать между лучшими вузами страны и мира. Ну и, конечно, изюминка третьей гимназии – это французский язык, который здесь знают и любят все. Благодаря сотрудничеству с посольством Франции мы готовим специалистов со знанием двух иностранных языков. Это, безусловное, конкурентное преимущество при трудоустройстве и особенно актуально для Самарской области, где много крупных совместных предприятий. Семейная атмосфера, пронизанная духом и культурой Франции, царит в историческом здании гимназии уже более века. К нам в гости приезжают известные люди планеты, а некоторые наши праздники становятся ярким событием для всего города. Весь педагогический состав – это команда профессионалов, нацеленных на результат. У нас работают иностранцы, носители языка. Мы очень рады работать с детям в гимназии номер три. Я профессор в Гимназии 3 в Самаре. А это мои заместители, кстати, учителя года. А вообще, все награды и звания наших учителей не поместятся в видеоролик. Да и не важно, ведь для них самих главная награда – это успехи учеников. Я призер Всероссийской Олимпиады, лауреат премии губернатора. Мы победители спорта-киады. Мы победители международных вокальных конкурсов. Я – обладатель бесплатной стажировки во Франции. Мы победители городской школьной лиги КВН. Мы победители международного театрального фестиваля. А я люблю вкусно покушать в столовой. Я надеюсь, у вас еще остались вопросы о нашей гимназии. Я всегда готова на них ответить. Пишите, звоните, приходите. Светлана Сергеевна, вы возглавляете клуб «Учитель года». Я хочу напомнить, что вы сами в 2006 году были номинированы и победили в этом конкурсе. В этом году Самара – принимающая сторона. Скажите, пожалуйста, какую клуб оказывает, будет оказывать поддержку нашим самарским учителям? И не только самарским, ведь верно? Мне искренне хочется верить в то, что действительно клуб оказывает большую помощь конкурсантам при подготовке к всероссийскому конкурсу. И, может быть, благодаря этому на протяжении последних лет у нас три малых хрустальных пеликана и большой хрустальный пеликан, который нам привез Сергей Сергеевич Кочерешко. На самом деле стало доброй традицией, чтобы финалисты всероссийского этапа проводили свои пробные мастер-классы на базе третьей гимназии, на наших детях. Мне кажется, для них это является большим подспорьем. В это время собираются представители Министерства образования, методисты, члены жюри. И еще раз, есть возможность проанализировать уроки, разобрать, дать какие-то советы. И эти советы очень часто не бывают лишними. Они лишний раз настраивают конкурсанта на какие-то серьезные цели, достижения. Поэтому клуб «Учитель года» оказывает очень большую поддержку, как вы сказали, не только для российских наших коллег, но и для международных. К нам приезжала Синди Абушон, «Учитель года США», а также у нас часто бывают гости из других регионов, которые учатся у нас, как проводить конкурсные мероприятия, как готовить конкурсантов. И эта работа очень системная, и в этом году она получила очень высокую оценку со стороны правительства Самарской области и Министерства образования Самарской области. Светлана Сергеевна, непраздный вопрос. Не сочтите его, может быть, за некорректным, но тем не менее. Вы как профессионал, как победитель этого конкурса, вы учитель английского языка. Какую бы лично вы дали оценку подготовке ваших иностранных коллег? На мой взгляд, российские учителя всегда были, есть и будут самыми лучшими учителями. Не могу с вами не согласиться. И, конечно, визитная карточка вашего учебного заведения – это французский язык. Но ведь согласитесь, что его нужно еще сделать и привлекателен для населения. Что было для этого сделано? Когда я пришла в гимназию в 2007 году, могу сказать честно, для меня было намного проще убрать французский язык из основной программы, и заменить его английским, поскольку английский язык хочет изучать сейчас каждый. Ну и не только потому, что вы сами преподаваете английского. Ну, сама я учитель английского языка, да. Английский сейчас востребован. При этом в 2007 году про французский начинали говорить, а зачем он нужен, кому он нужен, и действительно он вообще нужен единицам. Но я бы считала, что французский язык – это не просто знание иностранного языка, это знание истории, культуры. Если мы говорим сейчас о знании своей истории, у нас был достаточно длительный период в России, когда все более-менее образованные люди говорили на французском языке, мы не можем не восхищаться французским языком его плавности. Это французские песни, о французский кинематограф, о французской литература. Это классика «Война и мира» и диаспоримая. И поэтому мы решили сделать французский язык изюминкой третьей гимназии. И мы решили, что мы не будем похожи ни на одно другое образовательное учреждение. Для этого, ну, во-первых, мы стали приглашать французских актеров, артистов. И наши дети встречались и с Пьером Ришаром. Наши дети выступали на одной сцене с Доминик Демейт, французская певица. Она с нашими детьми провела три проекта. Два из них были посвящены экологии. И один концерт назывался «Защитим права детей». То есть это был проект, который длился на протяжении всего года. Дети изучали ее песни, тем самым обогащая свой словарный запас. И в финале они выступали на одной с ней сцене в культурном зале «Звезда» в ДК «Железнодорожников». Мы, безусловно, стали тесно сотрудничать с Альянс «Францесса Самара», с посольством Франции. Мы открыли на нашей базе билингвальную секцию, которая позволила по окончании нашей гимназии детям поступать во французские вузы на бюджет абсолютно бесплатно, без дополнительных каких-то лет подготовки, изучения и еще чего-то. И, безусловно, знание двух иностранных языков является большим преимуществом. Очень мощным стимулом для будущей карьеры. И, вы знаете, недавно привели статистику, что нет ни одного человека, который сейчас находится в местах не столь отдаленных, кто бы закончил музыкальную школу. Я могу то же самое сказать про иностранные языки. Во-первых, все дети, которые обучаются у нас, практически 100% охвачены дополнительным образованием. Плюс иностранные языки, у них нет ни минутки свободного времени для того, чтобы подумать о чем-то непристойном. И какая-то культурная среда, абсолютно уникальная атмосфера, они отличают гимназию номер три. Таким образом, французский – это то, что нас и отличает, и то, что, наверное, сейчас стало многих привлекать. Как ни странно. Спасибо. Елена Александровна, очень хочется предоставить вам также слово. Вопрос. С 2008 года реализуется проект под патронажем Министерства образования Самарской международной школы. И скажите, пожалуйста, стало ли это направление популярным среди самарских жителям? И по каким, пожалуйста, программам ведется обучение? Расскажите поподробнее. Очень любопытно. Тем более, что у нас есть кадры, которые ваш слава проиллюстрирует. Действительно, Самарская международная школа существует уже восемь лет. Среди наших учредителей культурно-лингвистическая организация «Альянс Француз Самара» и Германский информационно-культурный центр в Самаре. Когда мы начинали работу, у нас было всего пять учащихся. Это были дети иностранных граждан, сотрудников компании «Ашан». Так все начиналось. Теперь за восемь лет количество обучающихся возросло. Теперь у нас 280 учащихся по программе начального образования. Какие программы существуют? Сейчас у нас более 20 программ. Я не буду их всех перечислять, скажу только основную назову. Основной программой является программа международного бакалавриата, которая наиболее востребована. Что значит международный бакалавриат? Это возможность, начиная с первого класса, погрузиться в иноязычную среду. Среди наших преподавателей носители иностранного языка. Иностранные граждане. Граждане Англии, Шотландии. В этом году у нас даже есть преподаватель из Австралии. Ну и, конечно, Франции. Не только иностранные преподаватели у нас работают, у нас еще и обучаются иностранные дети. Для наших ребят это возможность погрузиться в мультикультурную среду, общаться на иностранном языке. Ну вот и авторизированный центр по приему международных экзаменов, это тоже ведь ваша имиджевая особенность? В чем она заключается? И, пожалуйста, расскажите, для кого она необходима? Я еще хотела бы уточнить, что мы не только авторизованный центр по подготовке к международным экзаменам. А что это значит? Скажите, пожалуйста. Сейчас по порядку все расскажу. Мы еще авторизованы по программе IB. Программа международных бакалаврят в начальной школе. Единственная школа в Самарской области, которая имеет эту авторизацию. Мы относимся к сети школ IB. Нас курирует в Швейцарии. То, что касается иностранных международных экзаменов, это, прежде всего, подготовка к кембриджским экзаменам, подготовка к экзаменам по французскому языку DELF и подготовка к экзамену Pearson Test of English. Это значит, что любой желающий может у нас записаться на экзамен, начиная с 7-летнего возраста, сдать этот экзамен и получить внешнюю оценку. Для нас это очень важно, поскольку и наши родители имеют возможность проверить, какое качество образования получают их дети. В школе. Скажите, а много таких детей уже получили, вот эту сертификацию прошли и получили соответствующие дипломы? Или статистики цифры? Ежегодно международный экзамен задают 180 детей в международной школе. У вас? Да. Очень интересно. А может быть, расскажете также о каких-то достижениях, может быть, инновациях? Над чем сейчас работаете, ну и планы перспективы на 2016 год? Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить авторизацию по дипломной программе. Нам очень хотелось бы, чтобы дети в 10-11 классе имели возможность сдавать экзамены экзамены на иностранном языке по биологии, математике, физике. И таким образом поступать в иностранные вузы, писать диплом на иностранном языке. Ну, вы знаете, слушая вас, у меня складывается такое впечатление, что вы на таком высочайшем уровне преподаете языки, что, возможно, у вас и обучаются, может быть, студенты, или, может быть, готовятся, чтобы поступить в вуз. Так ли это? Мы работаем в тесном сотрудничестве с Самарской международной школой. Международная школа у нас арендует кабинеты. И на самом деле, если бы не было этого сотрудничества, многие вещи были бы, наверное, нереальны. Мы сейчас видим, насколько у нас серьезная политическая обстановка и насколько сложно в настоящее время поехать за рубеж в те же Соединенные Штаты Америки, в Великобританию для того, чтобы качественно изучить иностранный язык. При этом мы понимаем, что выучить его без погружения достаточно сложно. Мы позволяем сейчас нашим детям, не выезжая за рубеж, получить и возможность, да, языковую практику, и также подготовиться к вузам. При этом мне бы хотелось сказать, что в прошлом году наши выпускники получили 18 дипломов билингвальной секции, и то есть 18 из них могли уехать за рубеж для дальнейшего обучения. Но перед нами поставлена четкая задача, чтобы где родился, там пригодился, чтобы дети оставались здесь. И дети, получив эти дипломы, они не уезжают. Они просто вкладывают как очередное достижение в свое портфолио и выбирают дальше между лучшими вузами нашими российскими. Очень хочется поговорить о гимназической ассамблее, вашей ноу-хау. Что в этом году ожидается? Это ведь тоже ваша изюминка? Да. Мне бы хотелось сказать, что вообще системе дополнительного образования уделяется достаточно большое внимание в гимназии. И гимназическая ассамблея изначально родилась как некое мероприятие по объединению детей разных национальностей, поскольку у нас обучаются дети из дальнего зарубежья, из ближнего зарубежья. И тема толерантности, она достаточно серьезно обсуждается везде. И нам хотелось, чтобы дети немножечко больше знали о соседе по парте. Поэтому первая ассамблея прошла мир, в котором мы живем. Мы ее назвали. Каждый класс выбирал ту страну, по которой они изучали все. Традиции, культуру, быт, что кушают, как учатся в школе, как ведут себя дома, какие традиции в семье. В рамках этой ассамблеи дети имеют возможность связываться с другими странами для того, чтобы что-то для себя выяснить. Это очень-очень большой проект, который дальше выходит в том, что класс оформляется в стиле этой страны. На сцене представляются какие-то танцы, песни, все то, что они узнали. Дети готовят те блюда той страны, которые они изучили. И, вы знаете, они стали лучше понимать друг друга. То есть те французы, тем немцы сейчас, которые больше представляют у нас. Бок о бок дети узнали вообще, что за сосед и что это за страны такие. Но потом это такое шикарное разностороннее развитие. Конечно. А теперь каждый год у нас объявляется годом литературы, годом истории и так далее. Поэтому каждый год мы сейчас нашу ассамблею посвящаем тому году, который у нас обозначен. Таким образом, у нас, например, в этом году год литературы. Каждый класс выбирал писателя русского, изучал все его творчество. Дальше была выставка фотографий, произведений, оформление класса либо в духе конкретного произведения, либо в том духе и атмосфере, в которой воспитывался автор. Дальше дети обязательно представляли какую-то инсценировку в костюмах. И получилось очень большое, красивое событие. Ну и всегда ассамблея – это большое событие. Когда нам присвоили статус ассоциированной школы ЮНЕСКО, у нас ассамблея была посвящена, естественно, странам ЮНЕСКО. И мы изучали все памятники, которые находятся под патронажем ЮНЕСКО, все то, что мы должны сохранить, все то наследие, которое мы должны сберечь. И это обогащает детей. Потому что на самом деле по окончании школы, что дети вспоминают больше всего и чаще всего? Уж точно не уроки, на которых они там получали желаемые оценки или нежелательные. Они вспоминают то, что их объединяло. Культурная жизнь всегда, конечно. Вы знаете, у нас еще приготовлены кадры 70-летия Победы. Очень хочется их показать. Я предлагаю это сделать прямо сейчас. Ну а вам прокомментировать именно культурную жизнь ваших замечательных учеников. Как я уже и сейчас сказала, несмотря на все международное образование, мы это делаем лишь для того, чтобы дети прониклись ценностями нашей страны. А мы не можем воспитать настоящих патриотов без знания истории. И без того, чтобы они прочувствовали на себе все то, что пережили наши деды-прадеды. И в этом году мы к 70-летию Победы открыли музей. И успели его даже паспортизировать, который называется «Нашим прадедом посвящается». И в рамках подготовки к 70-летию Победы, конечно же, мы приняли участие в бессмертном полке. Конечно же, мы шли с фотографиями. Но и каждая семья проработала все семейные архивы в поисках фотографий, писем, альбомов военных лет для того, чтобы принести экспонаты в наш музей. И когда дети играли на сцене те произведения военных лет, инсценировали песни военных лет, мы видели искренность в детских глазах, их слезы, их увлеченность, вовлеченность и их глубочайшее понимание, через что пришлось пройти их прадедам, прабабушкам, для того, чтобы они сейчас жили в том мире, в котором мы сейчас живем, где сытно, вкусно, достаток, где они могут обучаться и выбирать разные программы. Светлана Сергеевна, по традиции программы я хочу предоставить вам заключительное слово. Возможно, есть, да я просто в этом уверена, сказать слова благодарности. Пожалуйста. Конечно, деятельность любого образовательного учреждения невозможна без поддержки. Мне кажется, что самарскому образованию сейчас очень повезло, поскольку у нас мудрое руководство в лице руководителя департамента образования Галузина Лили Викторовны, которая, кстати, является членом клуба «Учителя года», поскольку является победителем конкурса «Учителя года» 2007 года. Безусловно, мы ощущаем поддержку Министерства образования и науки Самарской области в лице министра образования Пылева Владимира Александровича и заместителя министра Колесникова Надежды Борисовны. И еще отрадно, что деятельность клуба «Учителя года» заметила правительство Самарской области, и клуб теперь является грантополучателем от правительства Самарской области. И, пользуясь случаем, хочется сказать слова благодарности всем руководителям. Большое вам спасибо. Особая благодарность губернатору Самарской области Меркушкину Николаю Ивановичу за вклад в развитие образования, за поддержку Самарского учительства, за поддержку «Учителей года» и молодых учителей. Ну что же, спасибо большое. Я думаю, что не случайно наша программа подошла к концу именно в эту секунду, и на этой памятной ноте мы ставим точку. Я от всей души благодарю вас за очень интересный, познавательный эфир. Спасибо вам большое. Успехов вам и дальнейших. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания.